Не я, не оппозиционный влог за этот бюджет не проголосует точно, но что я хотел сказать. Вот те, кто нас сейчас смотрит по телевизору, у них может сложиться впечатление, что мы все ярко выступаем против. И может сложиться впечатление, что этот бюджет не будет принят, будет каким-то образом доработан в сторону все-таки социальной справедливости, то, что необходимо людям. Но смею вас уверить, что если ничего не делать, просто ничего не делать, то сегодняшнее парламентское большинство, БПП плюс Народный фронт, путем давления, путем шантажа протащит этот бюджет. Так вот, те, кто меня сейчас смотрит по телевизору, у нас всех смотрят. Если вы не хотите еще год жить в нищете, вспомните, кто депутат от вашего округа, пойдите к нему и скажите, чтобы не голосовал за этот бюджет нищеты и бюджет разрубки. Значит, это бюджет действительно нищего, но полицейского государства. В котором увеличены расходы исключительно на Генеральную прокуратуру, на МВД, на администрацию президента и так далее. Недаром вот тот блок вопросов, который предложил именно наша партия, оппозиционный блок, это больше 30 законопроектов, направлены на снижение коммунальных тарифов, в первую очередь. Это не должно быть больше 10% дохода семьи. Повысить не только минимальную заработную плату до 3200, по большому счету это законопроект 4900, который внес я и внес Каплин. Это наш законопроект, мы не можем быть против него. Но и в два раза повысить как минимум минимальную пенсию, иначе наши пенсионеры будут нищие. Мы можем голосовать в конце концов мораторий на закрытие школ и на закрытие больниц, то что не хочет делать провластная коалиция. Запретить не мораторий на год, а запретить полностью продажи земли. И наконец-то поддержать нашу промышленность, поддержать нашу экономику. Потому что с чего могут повышаться пенсии и заработные оплаты? Либо это печатный станок, то есть это инфляционные деньги. Мы все помним ужас инфляции 90-х годов. Лет бы это будут деньги, обеспеченные товаром. Чтобы это были деньги, обеспеченные товаром, необходимо принимать пакет законопроектов, то что у нас объединено в блок под названием новая индустриализация. За последние два года наша страна потеряла 17,4 миллиарда долларов США товарного экспорта. Это сопоставимо с пятилетней программой кредитования МВФ, там где мы ходим и вымаливаем каждую копейку. То есть это не должны быть инфляционные деньги. А если бюджет оставить в таком виде, как он сегодня есть, это бюджет нищей полицейской страны.